Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и очередной выпуск из рубрики «Самое лучшее приложение». Я поясню для тех, кто впервые на канале. У нас есть две категории. Самые лучшие Android-приложения и самые лучшие. В первом выпуске мы рассматриваем три программы. Во втором выпуске мы отбираем какую-то одну, которая действительно очень сильно понравилась редакции, и мы начинаем рассматривать ее функционал. Итак, давайте посмотрим на такую замечательную программу, которая называется «Lock Me Out». Давайте внесем небольшую ясность, для кого может пригодиться данная программа. Для людей, которые очень сильно зависимы от мобильных гаджетов. Например, я прекрасно осознаю проблему «Я зависимый». И людей, которые хотят бороться с этой зависимостью. Это первый момент. Второй момент. Для людей, которые хотят себя ограничивать в зависимости на какой-то короткий промежуток времени, допустим, несколько часов, несколько минут, пока у вас урок, лекция, конференция, чтобы не было вот этого зудящего желания потянуться к телефону. И третий вариант, как ни странно, для родителей. Да, при желании вы можете поставить специальный временной промежуток в соответствии с учебой вашего чада, когда телефон у него будет заблокирован. Но давайте поясним. Телефон полностью не блокируется. Вы можете отправлять SMS-сообщение, вы можете звонить. Мы говорим о приложениях, которые вызывают зависимость. Итак, давайте посмотрим на эту программу. Параметры. Блокировать использование специальных приложений. Вот смотрите, я видеоблогер. И в какой-то момент мы с супругой поняли, что я слишком много времени стал уделять каналу, своей деятельности в интернете. И об этом друзья даже говорят, что я в последнее время мало с ними время провожу. Собственно, смотрите, у меня есть папочка канал, где собраны все программы, которыми я пользуюсь. Ну, самая частая, это программа студия, с помощью которой я могу модерировать комментарии в видеороликах на YouTube. И вот смотрите, давайте запустим программу LockMeOut. У нас стоит блокировка специальных приложений. Сейчас у нас откроется список. У меня около 440 программ на телефоне, но я вам покажу только те основные. То есть, в принципе, все начинается со студии. И вот смотрите, вот у нас первая программа, на которой стоит галочка, это Plume, чтобы я не лез в Twitter. Соответственно, вторая галочка, это программа студия, Telegram, VK-админ, это мы отвечаем на сообщения ВКонтакте. И прочее, прочее, прочее. То есть, заблокированы все программы, с помощью которых я осуществляю какую-то деятельность с каналом и дзеном. Вот смотрите, у меня стоит каждое утро таймер с 6 часов утра. Да, я стою в 6 часов утра, пока тренировка, душ, все дела. И до 11, чтобы я вообще к телефону не лез. То есть, я не смогу при всем желании ответить на комментарии, либо просмотреть сообщения в VK-админ, потому что до 11 часов у меня железно заблокирован выход в интернет. Почему? Потому что я пользуюсь этими программами, и я понимаю, что у меня день улетает за трубу. Потому что, если у меня вот телефон на руках, я до 11 не пойду ни в тренажерку, ни пойду на улицу. Я буду сидеть в телефоне. Соответственно, я для себя волевым решением поставил себе ограничения. Каждый день с 6 до 11 я не могу заниматься с каналом. Я это время уделяю себе. Можно поставить временные блокировки, допустим. Давайте поставим на 15 минут. И вот у нас идет таймер. 4, 3, 2. Я быстренько отменяю. Почему? Я в самом начале ролика показал вам, как со стороны работает эта программа. Ее нельзя удалить. Когда она именно запущена в режиме блокировки. То есть, понимаете, даже если вы психанете и захотите полезть в инстаграм или еще куда-то, программа не удаляется ровно до тех пор, пока ее таймер не отсчитает полностью в ноль. Даже если вы перезагрузите у программы свой таймер. То есть, даже если вы захотите поменять время, программа вас не пустит в настройки. Захотите включить, отключить интернет, программа вам это сделать не даст. У вас полностью блокируются настройки телефона и возможность удалять программу. Плюс эта программа администрирует ваш смартфон, соответственно, ничего у вас не получится сделать И вот смотрите, можно до какого-то промежутка времени заблокировать работу телефона Или можно задать временной промежуток, как себе сделал я То, что он у меня зажат, это таймер, то есть завтра он активируется Мы видим, запланировано завтра на 5 часов блокировка телефона Дальше, здесь есть такая функция, как отслеживание использования устройства Допустим, вы беспокоитесь Ну вот опять же, возьмем пример, я стал старше, сейчас я уже взрослею, думаю немножко о детях, о семье И вот смотрите, сколько времени ваш ребенок проводит за телефоном? Довольно хороший вопрос Если мы опустим шторку, то у меня есть такая статистика Экран включен сегодня, вот сегодня до часу дня, всего на 10 минут То есть я веду к тому, что действительно эта программа колоссально снизила потребление мною, получается, смартфона Потому что я с этой программы уже полгода, и до этого у меня экран включен был по 6-7 часов То есть вот так вот активно я пользовался телефоном Но опять же, давайте прибавим вот эти вот все утренние сессии при работе с каналом И соответственно, сейчас вот всего 10 минут, и то потому что включил запись данного видеоролика Убрал пуши, уведомление, что можно было записать То есть эту статистику можно отключить Среднесуточное мы видим 3 часа и 51 минута И то, надо понимать, что 2 часа в день у меня тренировка в тренажерном зале И я использую эту программу GymUp Я про нее рассказывал, это был наш номинант на лучшую программу в прошлом году Соответственно, 2 часа экран просто включен Потому что здесь у меня спортивная программа расписана И программа не может вот учитывать эти 2 часа, что это была GymUp То есть для себя я понимаю, что теперь я телефоном в среднем пользуюсь 2 часа в день Можно поставить блокировку регулярно То есть вот как я говорил школьникам Допустим, родители понедельник, вторник, среда, четверг, пятница В тот промежуток времени, когда ребенок учится Можете заблокировать ему ВКонтакте, Инстаграм, какие-нибудь игрушки Ну и соответственно, это очень здорово И вот если вы поставите галочку администратору устройства Ее нельзя будет удалить То есть вот это вот, как мы видим, необходимо включить Чтобы удалить программу LockMeout Все, больше здесь никаких настроек нету Только стартовый экран То есть это очень классная программа Совершенно бесплатно Есть тут дополнительные плюшечки с Pro Может быть здесь даже есть реклама Я честно скажу, я не знаю У меня вся реклама блокируется В описании под роликом ссылочка на статью Как полностью заблокировать рекламу Вплоть до видеороликов на популярном видеосервисе Где вы, допустим, сможете увидеть этот мой видеообзор Но вот такая вот программа Я рекомендую по версии нашей редакции Это лучшая программа на начало 2019 года Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх Увидимся, до скорых встреч С вами был Владимир Субтитры сделал DimaTorzok